Поделиться опытом и наладить деловое сотрудничество. В Петропавловске прошла встреча предпринимателей из соседних регионов. Наши и омские бизнесмены общались в формате B2B. В каких сферах партнерство перспективнее всего узнаете у Александры Солминой. Новые контакты приведут к контрактам, надеются участники встречи. А это предприниматели из нашей и омской областей. 54 представителя бизнес-сообщества надеются продолжить традицию удачного партнерства. Экономическая и духовная связь у нас постоянно в тесном контакте. У нас товарооборот с Российской Федерацией занимает 60%, хотя мы во всем мире сотрудничествуем. У нас с вами граница тысячи километров и самый ближайший наш регион это Североказахстанская область. Предприниматели приехали сюда для того, чтобы пообщаться с вами, уважаемые коллеги, для того, чтобы развивать дальнейшее наше сотрудничество. Сельское хозяйство, промышленность, туризм и IT-технологии – это самые перспективные для сотрудничества сферы. В формате B2B бизнесмены пытаются заинтересовать друг друга. К примеру, завод Кирова производит продукцию для железных дорог и нефтедобычи. Долгосрочные договоры пока только с отечественными компаниями, а вот с россиянами работать еще не приходилось. Но перспективы есть. И не только в реализации наших товаров на омском рынке. Есть, допустим, некоторые вещи, по которым уже в России имеются технологии нового характера. У нас в Казахстане, может быть, еще никто это не производит. Если в свою очередь сама, скажем, как делегация в Омской области будет заинтересована в локализации производства рации и нового оборудования для железнодорожного транспорта, то мы готовы на это идти. Руководители баз отдыха и туроператоры – это команда сегодня самая многочисленная. В Северном Казахстане активно развивают сферу туризма, особенно и Монтаусскую и Шалкарскую зону. Гостей привлекает живописная природа этих мест. Кстати, 89% иностранных отдыхающих – россияне. С каждым годом условия стараются сделать комфортнее. Особое внимание уделяем инфраструктуре. В прошлом году и в этом году на ремонт дорог у нас было выделено значительные средства. И в текущем году у нас объем финансирования на ремонт дорог только в этом районе у нас на 23% почти был увеличен. И в результате будет отремонтировано только в текущем году 105 километров в Монтаусской и Шалкарской зоне. Марина Генеяулина знакомит российских туроператоров со своей базой отдыха – солнечным ВИП. Ей уже 10 лет, в последние три года она активно развивается. Мы создали пять зон на своей базе отдыха, которые отличаются по проживанию. То есть от эконом-класса до ВИП-проживания. Все гости чувствуют себя комфортабельно, потому что условия все есть, питание, хороший берег. Открыли панто-лечебницу в этом году 12 декабря. Объезжаю с детьми, потому что есть батуты, квадроциклы, катамараны, есть яхта, которая плавает вокруг острова. За сезон отдохнуть в солнечном ВИП успевают до 5000 гостей, 40% из них – россияне. Курган, Екатеринбург, Кемерово, Самара, Ямало-Ненецкий автономный округ. Приезжают из разных уголков России. Но хотелось бы, чтобы о наших местах узнали больше о мечей. А заинтересовать их действительно есть чем. Мы не знали о тех возможностях, которые есть на территории, расположенной недалеко от нас. Там озеро, которое есть, инфраструктура баз. То есть теперь мы можем предложить нашим омским туристам более расширенную линейку туристических продуктов. Налаживают деловые связи в сфере цифровых технологий. Омская компания «Аврора Групп» намерена заключить меморандум североказахстанцами. Делятся проектом по направлению трансграничного электронного документа оборота. С ним торгово-экономические связи будут прочнее и эффективнее. Мы предлагаем упростить обмен между государствами. Фактически идет фура. По каналам интернета идет за ней товарно-транспортная накладная. Особенно это будет интересно предпринимателям, которые собираются реализовать в Омске продукты питания. Александра Солмина, Желдузбек Ермуканов. Новости МТРК.